Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем с вами говорить про оптимизацию производительности конфигурации, построенных на базе платформы 1С. Сегодня мы еще немножечко поговорим про СУБД. В частности, мы узнаем, как настроить оповещение по e-mail о выполнении либо не выполнении регламентных операций. В следующем занятии мы уже перейдем к регламентным операциям 1С самой системы. Что делать и как настраивать? Идем сюда. Раздел управления. Нам нужен компонент DataBaseMail. Если у вас нет, то устанавливайте его. Нажимаем Далее. Почему мы это делаем? Казалось бы, пора переходить к 1С. Вроде бы все мы там посмотрели, о чем собирались посмотреть. Это очень частая ошибка, когда я прихожу на проект и мне говорят, ну, собственно, у нас все настроено. Хорошо, давайте посмотрим отчеты. Смотрим. Выясняется, что обновление статистики было 4 месяца назад, какое-то время назад. Да, там индексы 3 недели назад. А мы думали, что все работает. Ну, так настройте оповещение. Это не занимает много времени и какой-то великой суетой не является на самом-то деле. Вот мы тут пишем, что это основная почта. Добавляем профили с MTP. Все. У меня, к сожалению, сейчас такой возможности нет, но вы видите, что это очень похоже на настройку почты из 1С. Вот, в принципе, все. Вбейте сюда профиль и все у вас будет работать. Что, собственно, имя произвольное, описание, произвольный адрес. Возьмите тот, который у вас есть, электронной почты. Включите SSL. Вот. Ну и поставьте обычную проверку подлинности. Здесь имя пользователя вашей почты и пароль. И все. На этом мы это все мы заканчиваем. И готовимся к переходу на регламентное задание на уже 1С. После 1С у нас ожидается, скорее всего, оборудование. Субтитры создавал DimaTorzok